Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «Выбор», в рамках которой мы говорим о проблемах зависимости. Я Анна Смирнова. Сегодня нашу гостью зовут Анна. Она является членом анонимного центра помощи родственникам и друзьям алкоголиков «Аланон». И «Аланон», я поясню, это содружество тех, чьи близкие находятся во власти алкогольной зависимости. Анна, благодарю вас за то, что вы пришли. Спасибо, я тоже благодарю вас за приглашение. Для меня это очень важно. Ну вот я хотела бы начать вашу историю с вашего детства. Какие воспоминания у вас о детстве? Ну вот, что касается этой темы, о которой мы сегодня постараемся поговорить, я родилась в семье, где были проблемы с алкоголем. Я не могу сказать, что это вот такие брутальные проблемы. Никто из моих родственников не рылся по мусорникам, не бомжевал. И это вполне такая благополучная с виду, как у нас говорят, фасадная семья. Дедушка большой начальник, все его дети там с высшим образованием. Но эта проблема была в нашей семье. И в общем, в принципе, довольно там, начиная с дедушки, который в то время, ну там и на работе где-то, ну было чрезмерное употребление такое. Ну в то время это было нормально. И коснулась, ну в основном, вот мою маму. Это проблема. И то есть я начала бороться, скажем так, в кавычках, с употреблением алкоголя, ну например, моей мамы с детства. У меня с детства была вот эта одержимость. Я думала, что если я справлюсь, как ребенок, ну я пыталась всяческими там способами. Ну сначала слезами, там уговорами, ну и так далее. Я взрослела, но не очень менялась. Потом я уже перешла на всякие, ну другие методы. Там я выливала алкоголь, краулила ее. Ну вся семья это делала. Это было в детстве. Да. Ее родители пытались ее вылечить. Там все возможные лечебные центры, которые, ну там страупы, ну и дальше, и дальше, да. То есть были испробованы. Я даже, может быть, не все знаю, потому что я еще была маленькая, они меня не очень посвящали. Ну вот примерно так. Так. Мама, получается, пила всю вашу сознательную жизнь? Ну, алкоголизм – это такая болезнь, которая считается смертельно прогрессирующей. То есть пока она была моложе, ну это какие-то были такие срывы. Нет, она работала, у нее тоже там высшее образование, и все там, она даже главным инженером работала, довольно крупного завода. Но вот эта болезнь, она прогрессировала, да, то есть, ну, и знала я это уже с детства, потому что у других девочек мамы приходили после работы, а у меня часто, я вот помню эту, да, нашу коммунальную квартиру, звонок в дверь, всех пришли, я сижу, жду. У меня мама так и не пришла. Такое воспоминание с детства. Как у вас сформировалось отношение к алкоголю? Осознавали ли вы, почему мама не приходит, что причина этому алкоголь? Как формировалось? Да, ну, я благодарна, например, своему дяде, который мне тогда уже объяснил, и это, я понимаю, было очень правильно, что алкоголизм – это болезнь, да, и не надо там человека ненавидеть. Ну, вот тогда уже он, наверное, единственный из родственников так честно со мной поговорил, я очень благодарна ему за это. Ну, я ненавидела алкоголь, да, я считала, что это… То есть у вас было отвращение к этому? Не было никакой тяги, если уже в подростковом возрасте? Нет, знаете, вот в подростковом возрасте, вот это удивительный такой феномен вот этих семей, да, что я ненавидела, я всячески боролась с маминым алкоголизмом, я понимала, но когда я уже там повзрослела, пошла работать, были какие-то дни рождения, там такие застолья, это ещё было в 90-е годы, такие почти заветские, вот это вот, нашей независимости. На работе ещё много употребляли тогда, и я приходила, я помню, иногда с работы веселее, и вот тоже мой дядя говорил, Аня, ты понимаешь, что тебе нельзя? Вот вы знаете, как неудивительно, я не понимала, но это вот феномен этой болезни, да. Просто потом так сложилось. Со мной это не случится, то есть вот такие мысли. Да, вот у меня, что касается себя, даже не было каких-то таких сомнений, вообще ни малейших, я даже как-то к себе это не соотносила, я уверена, что со мной это не случится, да. Слава Богу, не случилось, но просто по каким-то таким причинам, что там, когда вышла замуж, ну вот в семье не было этого культа. Алкоголь, я одела ребёнка, ну в общем, просто не сложилось, я довольно плохо алкоголь переношу, просто в силу физических даже, скорее всего, причин, вот так скажу. Но в принципе… Я напомню, что вы также можете нам звонить и задавать вопросы нашей гости. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Это телефоны прямого эфира в нашей студии. Вы ведь семь лет жили вместе с мамой уже в зрелом возрасте. У вас было желание её исцелить от этого недуга. Да, да, я продолжала, как бы вот с юности это была такая идея, не удавалось. Я очень много читала на тему алкоголь, ну всё, что можно. Я ходила даже в библиотеки, читала, да. Я пыталась, я думала, что если я пойму, как, от чего вот это случилось, да, как это работает, то мне удастся что-то с этим сделать, найти. И я не скажу, что моя мама не хотела. Она хотела, но я никак не могла понять, почему она не может. Она недостаточно меня любит. Вот у меня такая была фишка, да, что если бы она любила, то она бы справилась. Ну и как вот у неё после запоев, там, начинала её распиливать. У алкоголиков после запоя наступает такое время морального такого похмелья, да, кроме физического. И им очень стыдно за то, что они в очередной раз не удержались. И вот в это время я начинала её всячески там распиливать, что ты понимаешь, там, надо что-то делать. Она кивала головой, соглашалась на всё. Но потом, ну, она мне каждый раз говорит, я не буду больше. Это последний раз. Ну, это типично. И она в это, самое удивительное, что она в это верила. Это я поняла только когда я попала первый раз. Я вообще вот в свою программу «Валанон» я попала через открытую группу анонимных алкоголиков. У них есть такой формат, когда близкие, родственники или тот, кто, ну, не считает себя алкоголиком, ну, сомневается, ну, или вообще там любую. Объединённый формат. Где можно, да, открытая группа, на которую можно прийти и послушать, как проходит собрание. Я вот пришла, я пришла с таким воплем, помогите, что сделать, чтобы мама не пила. Ну, а на группах анонимных алкоголиков не дают советов. И у нас тоже вот таких прямых никто не придёт, не скажет, там, вот делай вот так. Да, и это очень мудро и правильно, потому что за советы, ну, как бы, когда человек несёт ответственность, и не всегда есть возможность дать совет, вот. Ну, никто не знает, чем, да, мне много давали. Психологи давали мне советы, психотерапевты, и такие иногда очень жёсткие советы. И, слава богу, я сейчас понимаю, что я не всегда могла им следовать, да. Но, тем не менее, программа «12 шагов», вы благодаря ей поняли о том, как нельзя себя вести с алкоголиком. Да, и это тоже. И самое главное, вот на этом собрании анонимных алкоголиков открытом, они, алкоголики, сделали вот для меня там, ну, как бы, такое исключение, вообще очень были приветливы, я очень благодарна сотрудству этому. Они сказали, что они чувствуют, когда родственники их пытаются контролировать. Как вообще происходит вот это? И только там, я вот на этой первой группе, я поняла, что моя мама не может никакими, нет таких человеческих сил, чтобы отказаться от алкоголя, ни ради меня, ни потому, что она меня не любит, а просто это выше, это такая тяга, такая зависимость. Алкоголь управляет. Да, и когда люди говорят, что, ну, надо взять себя в руки, это полный бред, да, это невозможно, это, ну... Ну, а что вы делали по отношению к маме, и что вы позже выяснили, делать было нельзя, вот если из таких ключевых? Ну, если я могу даже зачитать, вы хотите, вот... Я знаю, что вы подготовлены пришли. Подготовилась. Несколько, это уже, значит, литература нашей программы, программа создана женами анонимных алкоголиков, это сначала группы были общие с анонимными, а потом в 50-х годах они разделились, потому что немножечко акцент другой. И вот это их с английского переведённый текст. Значит, что делать и чего не делать. Несколько важных советов. Если вы живёте с действующим алкоголиком, то изучение того, чего не делать, важная часть программы аланона. Первое. Не общайтесь с алкоголиком, как с ребёнком. Появляйте к нему уважение, как если бы он или она страдали от какого-либо другого заболевания. Ну, это, например, диабет, к примеру, да. Мы же не распиливаем диабетика за то, что у него сахар поднимается. Следующее. Регулярно посещайте собрание аланона и найдите группу, где будете чувствовать себя комфортно. Не проверяйте, сколько пьёт алкоголик. Не ищите, не выливайте спрятанные спиртные напитки. Между собранием вы можете найти помощь, позвонив кому-нибудь из членов группы. Не придирайтесь к алкоголику. Никогда не спорьте, когда он или она находится в состоянии опьянения. Ну, это вот такой типичный пример. Все мы это делали. Да, и хорошо, что, например, моя мама, она не буйный алкоголик. А мои коллеги по движению, ну, иногда это имеет страшные последствия, да. Когда жёны потом, вот он меня ударил. Но до этого, да, жена сделала всё. То есть, если она выпилила три часа подряд, ну, не каждое там состояние разном, психологическом. Не каждый человек, и там даже нельзя винить. Да. Помните, что мы не можем управлять алкоголизмом или лечить эту болезнь. Не поучайте и не ругайте алкоголика. Посетите, по крайней мере, шесть собраний, прежде чем примите решение, подходит ли вам аланон. Ну, вот примерно вот. Да, то есть, ну, это советы всё-таки. Ну, это такие, да, рекомендации. Я всё, нарушала всё это по порядку, да. Я выливала алкоголь. Я унизительно, ну, как бы, потому что на меня находило такое состояние, и это тоже типично. Вот алкоголизм считается семейной болезнью. Это такое, системное такое заболевание, это пазл, да, и когда близкий алкоголик начинает пить, то вот эта вторая сторона, она тоже находится, если особенно человек живёт на одной площади, да, где-то в одном пространстве, вот этот второй человек, который вроде бы не пьёт, он начинает совершать ещё более иногда безумные даже поступки, да, вот это такое наступает, очень странное, изменённое такое вот одержимое состояние. Это иногда можно наблюдать, когда, например, где-то в гостях, если жена озабочена, она начинает говорить, не надо, не пей, ну, наверняка вот вы наблюдали, да, и ни раз, и ни два. Такая вот нервозная бдительность. Да, то есть алкоголик ещё ничего, или вообще этот человек, муж ничего ещё не сделал, а жена уже там уже бьётся в истерике, бежит на кухню, убегает, ну, это только начало, на самом деле, а дома будет битьё посуды, обвинения, оскорбления. И я, как вот человек вот с этой проблемой, я не могла остановиться в этот момент, и меня тоже никакая физическая там или что-то сила не могла остановить, так же, как алкоголик от употребления. То есть это системное такое заболевание. Ну, в Аланон не принято использовать слово созависимость, насколько я поняла, да, но всё же я его буду сейчас использовать, в том числе для того, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Вот как раз созависимость, то есть зависимость тех людей, кто находится рядом с алкоголиком, насколько всё-таки она может быть опасной и разрушительной, возможно? Ну, на мой взгляд, ну и как бы вот как наша программа на это смотрит, не менее опасна, чем сам алкоголизм, потому что, ну, там, женщины или мужчины, неважно, на этой второй стороне бывают разные люди, бывает, что, ну, выпивает жена, а муж с детьми, да, страдает. На второй стороне не меньше, то есть это все заболевания, ну, такие, как там онкологические, психические, неврозы, стопроцентно, ну, то есть, и вообще есть такая даже, это у психологов такая тема, что сколько я живу с активно действующим алкоголиком, ну, активно действующий, который, да, упивает там, то примерно столько же лет мне придётся лечиться. Ну, так активно лечиться, не просто там состояние эмиссии, да, а вот с этой темой, ну, так что. Ну, то есть, психологические срывы, вот вы сказали о жене, которая дёргает мужа за столом, да, и в то же время там дома, возможно, устраивает какой-то скандал в связи с этим, подбивая, опять же, возможно, мужа, да, подталкивая, да. То есть, психологические срывы у зависимого, они могут быть, ну, последствия могут быть страшны. Было ли это, как это было у вас? У меня это было, ну, вот, как у алкоголика и у жёны детей и семей, да, бывает такое дно, да, и у меня это дно было, когда вот в очередной раз мама выпила, как мне казалось, самый неподходящий момент, у меня там на руках были визы, документы, билеты, мне надо было ехать в отпуск со своей дочерью, я прихожу домой. Обычно она это делала, когда уже уеду, она не удержалась, и всё, она уже совсем не трезвая кинулась на неё, стала её трясти, я, ну, такая крупная девушка, а мама у меня маленькая, метр пятьдесят два, и хорошо, что у меня ничего не случилось. Я была в бешенстве, да, я могла что-то, я могла что-то сделать, и в этот момент я испугалась, и вот тогда я, ну, я попросила, я не принадлежу так чётко какой-то активной конфессии, да, но куда-то вверх, да, вот, я обратила, что всё, я больше не могу, мне нужна помощь, да, Боже, помоги мне. Ну, всё, я очень испугалась, я тогда побежала вот на собрание к адонимным алкоголикам, да, потому что, ну, я очень люблю свою маму, и всегда любила, но это был такой уже приступ, ну, крайней агрессии, что, в принципе, ну, ничего хорошего в этот момент, когда я это рисовала, я не думала, это были очень такие страшные мысли, да, я дошла очень быстро, даже меньше, чем семь лет там, я, три года я жила так вот активно, да, ну, как называется, с активным алкоголиком. Ну, почему я говорю алкоголиком, у нас вообще не принято в движении ставить диагноз, но у моей мамы есть медицинский диагноз, да, поставленный врачами, там, и там, всё, ну, как бы, да. Ну, вот как раз это дно, о котором вы сказали, ведь, как говорят люди, да, вот мы говорили об этом с Денисом тоже в нашей предыдущей программе, о том, что если человек тонет, ему нужно оттолкнуться, и тогда он выплывет. Да. Вот для вас осознание того, что вы созависимый человек, это было как раз тем самым прыжком из этого дна? Да. Вот прыжком и толчком, как я понимаю, было то, что я испугалась, я увидела своё, ну, это безумие было, вообще-то уже, да, оно уже подкрадывалось конкретно, и у меня тогда снялись вот эти защитные механизмы, барьеры, вот это отрицание, потому что к нам часто приходят новички, они, ну, они отрицают, и я, в принципе, у меня это тоже было, у меня всё нормально, единственная моя проблема вообще в жизни, это то, что мама выпивает, а у меня всё нормально, я нормальный человек, да, и я, у меня всё в порядке. То есть вас не нужно лечить? Да, да, а это не так. Ну, а чего было наиболее сложно вам отказаться в процессе вот выздоровления? Вот это руководящее поведение. Контроль. До сих пор ещё, да, во всех сферах, и не только по отношению к маме, а вообще и к дочери, у меня там дочь-подросток, ну, вообще во всех сферах, вот это самое, наверное, там контроль, он соседствует с угодничеством таким, да, и вот это вот, угодничеством людям. Очень хочется, с одной стороны, контролировать, с другой стороны, быть всем очень хорошей, ну, иначе это вот такое детское, вот из этих деструктивных семей, иначе меня не будут любить, ну, я должна всем вот, да, там на работе где-то, там где-то, я не могла там никому наперекор ничего сказать. Это очень сложно, но вообще там целый комплекс, я даже, наверное, вот сейчас времени не хватит это там осознать, да, все вот эти моменты. Потому что, когда мама потом перестала выпивать, я стала, я вдруг, оп, и заметила, что я стала руководить дочерью тоже, ну, пытаться, да, свою там навязывать. То есть у меня вот эта модель поведения, там вроде уже не к чему было придать, да, я нашла у дочери какие-то там компьютерную зависимость, например, и стала активно пытаться, то бишь подталкивать вообще-то, да. И это, вот еще эта проблема, почему очень, я считаю, важная, ну, для таких, как я, потому что не столько иногда алкоголик несет своим употреблением алкоголя вот этот хаос, ну, несет, конечно, безусловно, но когда вторая половина начинает вот так бурно реагировать, и обычно же там присутствуют дети, то дети, кстати, вот я сама, как ребенок, да, я понимаю, что больший урон наносит обычно вот эта вторая, как вы говорите, созависимая, ну, это психологический термин, да, созависимая вот эта половина, потому что, ну, когда мама, ну, папа, понятно, он выпил, пошел спать, или там, ну, не пошел спать, он сидит, улыбается, шутит, ну, что-то. Ну, вот ребенок на это смотрит, и тут мама, как сумасшедшая мигера, начинается носить там по комнате, оскорблять его, бить посуду, хлопать дверьми, ну, что чувствует, я даже затрудняюсь, да, что вот, даже я не затрудняюсь, я знаю, что чувствует этот ребенок, да, ну, это ужас. И вот он вырастает в таком, и, в принципе, шансов у него потом завести нормальную семью, не дисфункциональную, очень маленький шанс. Он проецирует. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и потом вернемся и продолжим, оставайтесь с нами. Да, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Выбор», в рамках которой, я напомню, мы говорим о проблемах зависимостей. Яна Смирнова, и вы также можете нам звонить по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Анна, гостья нашей сегодняшней программы, она является активным участником общества «Аланон», это содружество тех, чьи близкие находятся во власти алкогольной зависимости, и, если, к примеру, у вас в семье такая же проблема, или вы чувствуете, что становитесь, хоть, опять же, я оговорюсь, это слово не принято употреблять в обществе, но если вы становитесь созависимым, или не чувствуете, может быть, но беспокоитесь об этом, возможно, просто хотите поинтересоваться мнением нашей гости, пожалуйста, звоните и задавайте вопросы, еще раз повторю, номера телефона 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Кстати, куда обращаться людям с такими проблемами? Ну вот, в Латвии у нас есть сайт alanon.org.lv, там есть контактные телефоны, там есть расписание групп, да, и можно позвонить по-любому. В Риге насчитывается, значит, две русские группы, и на данный момент, ну, если брать Юрмалу тоже дубулты, то четыре латышские, на латышском языке. Да, ну, в принципе, никто не выгонит ни с той, ни с другой группы, там, первый или вообще раз, вот этих проблем у нас нет, особенно, особенно если человек понимает, ну, обычно в Латвии. Ну, вот официально такие два есть, ну, мы одно содружество, то есть вот можно в гугле, в интернете набрать alanon.org.lv, и будет тот сайт в латышском языке, где есть контактные телефоны. Вот выздоровление от алкоголизма, как известно, это путь длиною в жизнь, то есть это не какой-то короткий эффект и результат, как правило, да, но что касается созависимых, вот их путь, и ваш в том числе, может ли он также длиться на протяжении всей жизни, путь выздоровления? Ну, вот я, как и говорила уже, да, считается психологами, что столько, сколько я живу с анонимным алкоголиком, да, с употребляющим активным, столько примерно мне нужно для, ну, в сообществе. Я, когда пришла, мне казалось, ну, ерунда, я быстро, я прочла шаги, быстренько пробежала глазами и думаю, что эти тётки тут сидят там по семь лет, да, я быстренько за два месяца пройду, шаги, всё просто, и побегу здоровая, весёлая. Ну, как мне показала практика и вообще со временем, я поняла, что все вот эти скорые такие пусти, магические выздоровления по-быстрому, ну, не бывает так, да, вот, не бывает ни от одной такой вот серьёзной, да, и там, если я слышу, мне обещают сразу за один раз, за большие деньги, я уже сейчас, ну, редко, да, да, закодируем или там какой-то проведём шаманский ритуал, стукнем по лбу и всё пройдёт, ну, вот, практика показывает то, что я много в этой теме, я с удовольствием сейчас посещаю собрание, у нас очень хороший коллектив, я нашла там ещё, ну, у меня и были друзья, да, не могу сказать, что, но я нашла много друзей, и там, что интересно, мне есть у нас общие темы, да, мне есть о чём поговорить с ними, меня поймут там, чего, в принципе, ну, не со всеми друзьями, например, там, проблему алкоголизма я могла обсуждать, да, это. Не всем нужно, и... Но какие изменения стали происходить с вашей мамой, вот, когда вы стали выздоравливать, заметили ли вы изменения у неё? Да, вот у нас вот такая, обычно, так как заболевание такое семейное и системное, ну, как вот я говорила раньше уже, как пазл, то есть выпуклость и вогнутость, да, вот так вот в семье, то когда... Я не могу заставить алкоголика бросить пить, это мне вот объяснили раз и два, но всё равно, конечно, хочется пробовать поначалу, да, я не могу сказать, что я сразу пришла и всё сделала, что как надо, да, это такой тяжёлый довольно путь. Но постепенно, когда я начала меняться, вот, я вообще не ожидала даже такого эффекта, правда, то, что обещает программа, какие-то в семье вот стала устанавливаться вот эта, наконец-то, любовь, о которой раньше я даже вот не подозревала. Между вами. Сверху, как мы говорим, да, да, такой высшей силой, потому что до этого она тоже ломала там ноги, руки, я говорю, мама, может быть, это уже знак? Но её это не останавливало раньше. Нет, 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 да, а тут вот, вот этот момент, ну, потому что у нас стала меняться атмосфера в семье, да, постепенно, постепенно, и сейчас, ну, я могу сказать, что я даже не мечтала о том, вот, какие у нас сейчас отношения. Да, мама, она пожилая мне, и у неё там, ну, букет болезней, соответственно, как бы, и образу жизни, ну, это тяжёлая физическая нагрузка, да, такое употребление. Ну, и просто там она не очень здоровый человек. Ну, вот, знаете, я сейчас, например, ухожу утром на работу, она стоит у окна, мы живём не очень высоко, и машет мне вот в окно рукой, и у меня прямо, ну, слёзы наворачиваются. Я, да, я это машу в ответ, и, ну, благодарю Бога вот каждое утро, что реально, что она жива, и я могу с ней сейчас пожить вот в любви. Вот она мне показала, и она стала это отдавать очень, ну, она и раньше, я не могу, она меня любила всегда просто, она не могла ничего сделать со своей зависимостью, и это не давало, мне не давало вот воспринимать, да. А сейчас, как бы, у меня сердце открылось, ну, это заслуга, вот, Бога, да, не побоюсь этого слова, ну, там, или высших сил, кто как у нас в программе это всё очень, да, или группы, ну, кто как предпочитает это воспринимать. И, конечно, вот, ну, мамы, да, вот она смогла, да. Ну, всё же таки, слово «выздоровел» по отношению, мы всегда говорим «выздоравливающий алкоголик», то есть «выздоровел» – это глагол использовать нельзя по отношению к алкоголику. Ну, знаете, вот такое понятие, как «нельзя», тоже программы мне научили, ну, всё можно, да, но я бы не стала, да, и смотрю, что, потому что, ну, у меня много друзей сейчас, анонимных алкоголиков, алкоголиков, и которые срываются, и которым удаётся держаться там трезвость, ну, по-разному бывает, да, я не могу сказать, я не буду вас сейчас в студии обманывать, что все, ну, не всем, бывают очень разные ситуации. Ну, принцип такой, один день, да, я не пью один день, и, в принципе, у меня… Сегодня я не пью, я просыпаюсь, и на сегодня я не пью. Да, сегодня, а завтра я… Потому что иначе мозг, он просто, да, если никогда, если я выздоровела, ну, я не знаю, наверное, бывают в жизни всякие чудеса, да, но насколько вот я это наблюдаю, вот это примерно… Я сталкиваюсь с таким. Ну, может быть, я не буду спорить, что, наверное, бывают, ну, знаете, чудесные излечения, там, лазарь, ну, никто, наверное, не отменял. Раньше, кстати, я такой вообще очень прагматик, я вот вообще вот в эти вот высшие вот эти, ну, вся не верила. Мне всё надо было потрогать и сказать, как оно действует, да. А сейчас вот интересно, что программа научила меня чуть-чуть, само оно пришло, да, что иногда я действительно, мой человеческий мозг не в состоянии понять, как действует конкретно, да, там, всё. Но если работает, если вот я там работаю по программе, выполняю рекомендации, но у меня есть право их не выполнять, это вот к тому, что про советы, да, в чём разница. То есть это, ну, рекомендация, да, я могу попробовать, и ещё мне очень нравится, что в этих сообществах, что я могу вот этот опыт, ну, приходит же очень много, но на группах приносят женщины вот этот опыт, я могу послушать, и я могу его взять, могу не взять. И у нас есть такая тема, что то, что нравится, я беру, то, что не нравится, да, я не обязана, допустим, если кто-то выгнал своего алкоголика из дому, есть такая, да, например, практика, да, то я не обязана прийти и выгнать своего, да, то есть я могу уже как-то учиться это взвешивать, да, вот… Критически в этом смысле. Да, да, примерно. Ну, а программа «12 шагов», она идентична той, что проходят анонимные алкоголики? Да, ну, там, за исключением каких-то, вот, потому что у них они бессильны перед алкоголем. То есть начало программы признать бессилие, своё бессилие перед алкоголем? Да, а мы как бы перед алкоголизмом, в общем, да, вот, перед своим, да, не перед их. Я сначала, когда пришла, я не очень даже понимала разницу, да, сейчас я вижу, что я бессильна перед своей бедой, перед своей-то одержимостью, вот, вылечить всех, ну, и всех, и в том числе своего близкого. Потому что, да, и вот вообще вот эта трансформация с мамой ещё, когда в какой момент произошла, я очень долго тоже, ну, мысленно упиралась насчёт того факта, что я ничего не могу сделать. Мне всё равно хотелось что-то сделать, чтобы её вылечить. И в какой-то момент, ну, это тоже свыше пришло, вот, я помню просто это как, ну, какой-то, как луч света в мозг, да, что вообще-то моя мама, ей уже там очень прилично лет. И она сделала свой выбор в своё время не один раз, да, и она имеет право вообще жить той жизнью, которую она хочет. То есть она имеет право употреблять алкоголь или не употреблять. Это её, и, в общем, не мне её дочери, даже её вообще как-то в этом плане регулировать. Как-то это вообще даже странно, да. Но это пришло даже не на первом году. Вот я прошла шаги с наставником, там, у нас есть такая парная работа. Не просто там, ну, их надо прочесть, да, это такая большая, почти год. Там такая углублённая работа, самоанализ, я признала свои ошибки, попросила, возместила ущербы, которые я там принесла людям. Это девятый шаг, кажется, да, возместить ущерб. Да, да, да. И это не материально имеется в виду ущерб, как правило, да, а другого рода, да, там, всякие психологии, ну, обиды, там, кого-то я обидела, где-то там несправедливо поступила, ну, и так далее. Что-то такое прощение, и тебя прощают. Да, и тогда очищается, вот. То есть я подмела, ну, у нас называется, подмела свою сторону улицы, да, столько, сколько я на тот момент видела, да, потом, когда дальше в программе начинаю видеть чуть-чуть шире, я вижу и это, и это, ну, это как бы, потом, оно и тогда не пугало. Было так тяжело, да, вот, именно дно было такое глубокое у меня, что я с радостью вообще-то это, ну, цеплялась за это, потому что, ну, было у меня плохое психологическое состояние, вообще такое близкое к суицидальному, ну, вообще полное. И психически, и физически такая развалина вообще. Я не пришла в Лану, но я уже приползла на последних. Да, 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 да. И у меня бывают приступы такие, сейчас уже, наверное, не агрессию, ну, раздражение, скажем, по каким-то. И вот воздерживаться от этого, сразу подойти маму обнять, попросить прощения. Я раньше не была сказать, мама, я не права была, это просто я нервничаю, я не хотела, там, сказать тебе что-то такое обидное, да. Ну, просто, а тем более она уже в возрасте, а у них уже, ну, очень близко воспринимают люди пожилые, они уже воспринимают очень близко к сердцу. Да, и вот это и есть мой, как бы, каждодневный девятый шаг. Ну, я там, забочусь о ней, как, ну, содержу, там, семью, да, там, дочку. И маму это тоже, да, такой, мы до сих пор живем вместе, и, как бы, у нее же такое состояние здоровья, что, ну, и будем пока жить вместе. И меня сейчас это, ну, вот это и есть мой девятый шаг, да, то, что я когда-то… То есть вы проходите его и сейчас? Да, ну, потому что вот каждое утро, да, я, ну, как бы, стараюсь, и я делаю это с большой радостью. То есть меня это сейчас, ну, радует, когда я что-то могу вот сделать. И в ответ я получаю, ну, просто если мама раньше, когда вот у меня были проблемы, у нее, у нас были проблемы, да, общие вот эти болезни, алкоголизм, там, была как отъем энергии, да, я чувствовала, что у меня вообще ни на что другое уже вообще, я туда всю энергию бросала, то сейчас меня заряжает она своим, там, да, машет меня из окна, там, ну, приготовит мне какой-то ужин, там, что-то, да, спросит, мы разговариваем, там, смотрим кино старое, ну, ну, общаемся, у нас есть общие, на самом деле, интересы такие достаточно. Она мне что-то рассказывает, ну, вот это вот. Ну, вы не раз упоминали высшую силу, и, опять же, насколько я поняла, вы человек невоцерковленный, в том смысле, конфессиональном. Да, ну, я в одной из конфессий, как бы, крещена, да, но не могу сказать, что я там соблюдаю, вот, что я хожу в церковь, пока нет. Может быть, это со временем я не исключаю, что придет такая какая-то потребность, такая сильная, сознание, и, да, пока нет, пока, ну, вот, что я хочу еще сказать о движении, это такое очень, я не сразу могла эту идею принять, и у нас… Идею высшей силы, потому что мы, опять, говорили об этом с Денисом, тоже в предыдущей программе, что это может отталкивать как-то людей, да. Да, люди иногда пугаются, потому что у нас те, кто есть, да, высшая сила, Бог, но, в принципе, наши двери открыты всем. Мы принимаем человеку любой конфессии, любой абсолютно, также атеистам, агностикам, мы всех принимаем, ну, с радостью, да, насколько мы можем, да, на тот момент, и это, ну, не становится камнем преткновения, потому что мы не обсуждаем, это такая запретная тема, да, мы не обсуждаем религиозную принадлежность кого бы то ни было, да, вот. Ну, как Вы для себя осознали? Вы сказали вначале, что было так непросто понять, что это за высшая сила, вот как Вы для себя ее осознали? Что это такое? Я в какой-то момент вот почувствовала присутствие чего-то, вот на этой первой прямо группе, да, вот мы там сидели, там с кружками чая, посередине горела свечка, и это, ну, это не было обычное собрание каких-то людей, я почувствовала вот эту, не знаю, наверное, это из Библии текст, что если двое соберутся… Трое, да, во имя, во имя, вот что-то вот такого рода, просто почувствовала. Я не могу сказать, что я умом осознала, да, конкретно тогда, и так постепенно, потом вот я пошла с наставницей 12 шагов анонимных алкоголиков, ну, и Аланон там у нас, как мы говорили, общее, и вот там я через нее почувствовала вот это вот, какую-то такую, ну, необыкновенную такую любовь, вот, да, такую… Это сложно описать. Описать, да, я, наверное, не смогу вот так как-то красочно. То есть к вам приходят и атеисты? Да. И для них это комфортно, комфортным становится. Да, атеисты, ну, могут полагаться, допустим, если они отрицают какие-то высшие силы, на группу, да, то есть группа становится как, ну, вот, она же тоже поддерживает, это тоже большая часть, то есть человек волен сам выбирать, пересматривать никого, то есть у нас нет, да, абсолютно там, это не значит, что ты пришел там, а через год мы ему говорим, так, ты смотри, да, выгоним мы иначе, если ты тут вот не поверишь. Да, он может высказывать абсолютно свои там опасения или там свою точку зрения, пожалуйста, это, ну, если это никого не оскорбляет, опять же, да, ну, как бы, если это в рамках, да. То есть Аланон – это такое место, где, получается, ни национальность, ни вероисповедание, опять же, да, не знаю, там, ни политические взгляды. Да, политические взгляды мы тоже не обсуждаем, это личное дело каждого, и, знаете, вот в связи с этим, ну, я не думала, что вообще на земле, ну, мне казалось, это такая тема будущего, да, и я, честно говоря, для меня большое открытие, потому что когда я пришла в Лалу, мне было почти 40 лет, да, что вообще есть такое место на земле, где не играет роли моя конфессиональная принадлежность, моя национальность, какие-то политические взгляды, да, вот это единство, да, такое братство. Вот это для меня было, ну, я помню, я несколько лет и до сих пор иногда бываю сейчас в шоке, да, и ходила, ну, в таком, да, потому что мне сложно было поверить вообще. Ну, а вот нередко говорят также и о служениях, которые берут участники анонимного сообщества. Это какая-то миссионерская деятельность, опять же, да, или что это? Так как наше сообщество, мы не берем ни у кого пожертвования, да, нами никто не руководит, мы, ну, есть литература, которая уже написана, да, но это вот такая общественная организация добровольная, то кто-то же должен, да, на группах нести служение, кто-то должен рассказывать людям. Ну, хотелось бы даже больше, я вот сейчас поняла, что недостаточно, вот тут покопавшись. И мы все это делаем, то есть мы сами содержим себя на свои добровольные пожертвования, скидываемся на тот же чай, на аренду помещения, и поэтому никто нас не содержит, и, соответственно, никто не может диктовать какие-то, ну, свои правила, потому что иначе кто-то, ну, показывает практика, это как раз вот анонимных алкоголиков, это их они ввели, еще американцы, да, потому что иначе мешает, все остальное мешает, когда есть какие-то пожертвования, то все равно человек пытается что-то продвинуть, да, за это, а мы, ну, не сотрудничаем в плане, ну, там, не используем чьи-то, что-то имя там, и наше тоже, да, то есть мы все это делаем сами. Это, может быть, не всегда так хорошо, как бы хотелось, но это и дает силы, потому что, ну, не знаю, для меня это важно, я даже не могу. Ну, в синей книге есть такая вот анонимных алкоголиков, у них такой базовый текст, и там есть такая страница, где написано, что вот мы как, ну, алкоголики имеется в виду, но у нас то, что это касается, как люди, которые вот после кораблекрушения мы добрались до корабля, да, спаслись, и, ну, ведь вокруг тоже люди тонут, да, и как бы вот не подать эту руку... Сочувствия. ...не помочь, там даже не, ну, вот реально такая потребность, и за счет этого и существует, потому что приходят новые люди, они потом берут служение, у нас нет так, чтобы прям вот всю жизнь я там, да, и служу до упора, то есть несколько лет один человек, потом его добровольно кто-то другой вызывается, да, и вот так всякие, то есть какие-то есть у нас такие базовые, ну, кто-то должен там открывать помещение, проводить собрания, есть там председатель группы, но они все время желательно, чтобы они менялись, да, потому что если это не происходит, ну, там, ну, это уже такие частности. Да, но вы сказали, что должны меняться, но тем не менее вы продолжаете посещать в любом случае. Ну, если хочу, да, в принципе, я могу не... Я вначале, ну, сколько прилично лет я ходила только получать, да, ну, брать, потому что я пришла, как я говорила, уже в ужасном состоянии, я могла только сидеть за этим столом, плакать, жаловаться, у нас всегда салфеточки приготовлены, да, и мы, в принципе, ну, будет смешно, но мы очень любим, когда человек приходит, ну, как мы любим, да, я понимаю это, и... Ну, это процесс такого, наверное, доверия, откровенности. Потому что, да, это такой разморозки, у нас очень такие замороженные чувства, всё спрятано, всё туда настолько, и это очень важно, иначе не пойдёт процесс выздоровления, вот. Так что... А страха нет у вас, что если вы не будете посещать, например, это дружество, то выздоровление может каким-то образом пойти не в ту сторону? У меня нет страха, но у меня такое есть осознание, что лучше посещать, если есть возможность, но если её не будет, да, и по каким-то, допустим, причинам, может быть, я куда-то поеду, где нет Ланона, там, ну, всяко бывает, хотя на мировой странице Ланон, господи, он есть, ну, в таких странах чуть ли не Боркина Фасо я тут открывала как-то, да, это очень большая такая география, ну, может быть, ну, тогда, ну, у меня уже есть сейчас, раньше не было, а сейчас вот есть это ощущение связи с высшей силой, да, которая тоже мне поможет, я могу обратиться туда, и... Ну, у меня, вот, у меня не возникает такой прям потребности, ну, я тоже иногда, у меня какие-то, я же живой человек, у меня работа, какие-то поездки там, приболела, это не значит, что я теперь как солдат должна на группу идти каждый, ну, если я взяла какое-то служение, я стараюсь его выполнять, не могу, значит, я там кого-то прошу из девочек, мы связываемся, мы не только приходим, общаемся, ну, так вот, в жизни, с теми, кто нравится, мы поддерживаем отношения, да, там, не нравится, не поддерживаем, хочу, даю телефон, хочу, не даю, тут, как бы, такое добровольное. Да, нам уже пора заканчивать, всё-таки хочу вас спросить, если можно коротко, вот, когда вы почувствовали, что вы выздоравливаете, что это за чувство? Это чувство, вот, да, такое, спасибо за вопрос, свободы, то есть я стала становиться, становиться на шаг свободнее, свободы и такой радости жизни, я, наконец, сейчас могу радоваться, ну, таким, раньше казалось, смешным вещам, независимо ни от чего, нет материального там положения, там, какого-то, не знаю, отношений там с противоположным полом, просто состояние вот такой наполненности, такой вот свободы. У меня получается сейчас вот эта свобода выбора, и это очень важно на меня. Ну, и вот любовь, которую я говорила, что я почувствовала вот к маме, к дочери очень, вот, очень постепенно, как ни странно, она моя дочь, да, а вот я, мне пришлось как бы учиться, да, проявлять эту любовь. Она внутри была, но проявлять её было очень сложно. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы нашли время и пришли к нам в программу. Наша гостья Анна, она является активным участником общества АЛАНО, на общество Содружества тех, чьи близкие находятся во власти алкогольной зависимости. Спасибо вам, что пришли, всего доброго и до свидания. Спасибо, спасибо и вам, до свидания.